Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. У меня, короче, у меня запоролось видео, я записывал тут 30 минут видео, хотел записать, но там что-то оно... Голос записало, картинка стала, повисла. То начнём сначала. Давайте, что вам нужно знать для того, чтобы начать играть в мир М? Заходите в игру, создали персонажа, у вас сразу будет клиент на английском языке. Если хотите поменять язык, нажимаете меню, настройки, тут будет лэнгвич, и выбираете язык, который вам нужен. Всё, изички. Вы идёте по квесту, видим я 28 уровень на данный момент, мы идём по квесту, мы упираемся в квест, делаем квест, там он очень лёгкий, пока люди есть, пока игра только стартанула, то вы будете быстро его проходить. За квесты очень много дают опыта, баночек и вот такой тёмной стали. Также дают монеты, сделали вот эту тёмную сталь, очень интересно, но у меня есть там теория такая, небольшая, но мы увидим, конечно. Если ты знаешь какие-то гайды, будут в описаниях под видео, ссылка на телеграм-канал мой, и там можешь кидать ссылки разные, делиться информацией, я буду с тобой делиться информацией. Будем вместе играть в мир М, если он зайдёт у меня на канале, то будем играть в мир М. Пока мисс Линейдж Мобайл глухо, то ждём обнову в среду, пока поиграем в мир М. Так, продолжим. Вот мы пошли, прошли эти квесты, упёрлись там в 27 уровне. Где качаться? Поле Бичона, конечно, есть. Если мы нажмём земли, тут видим 55 минут. Тут рекомендуемая мощь на эту локацию 2700, с 21 по 26 уровень, чудовище тут. И там очень много дают опыта, и, соответственно, монет. Я так зашёл, побегал, но там много народу было. Так как вы бездонатный игрок, вы там выбираете поле Бичон, или пещера Нефариоксов. И вот в этой пещере, я сейчас качаюсь, там где-то примерно на 200% подрости, мне даётся около 500 опыта за моба. Быстро мобы падают, в основном. Итак, автобой. Если мы нажмём, вот видим, полоска ХП, полоска маны. Нажмём вот сюда, быстрые настройки, да. Можем выставить расстояние там, радиус. Вежливый, ну, режим Вежливого Охотника, как в линейке. Там включить-выключить только группа. Бой рядом с лидером группы, это очень круто, когда вы играете в два окна. Вы можете зациклить второе окно, чтобы бил только монстров, которых вы бьёте. Ну, то есть, первым окном. Очень круто. Он будет держаться рядом с вами, и бить мобов. Тут всё достаточно понятно. Тут полоска ХП, при каких показателях употреблять баночки маны. Там сначала низкие, сначала высокого ранга. И пошли тут автополучение трофеев. И также, если мы нажмём меню, настройки, битва, автопрохождение. Мы тут выставляем, покупать зелье, да? Мы выставляем баночки. Какие вам предпочтительны баночки? Там 99 и 99 можно выставить максимум. И он будет... И также ремонт снаряжения он. И он будет, если вы там автоматически начальную точку возвращения, и закупаться баночками, и возвращаться на охоту. Потому что у мага очень быстро баночки заканчиваются. Он вообще... Эмпежор вообще лютый. Заходим в создание, и вот алхимия. Алхимия, алхимия. Чтоб выкачать алхимию, нам нужна рыба. А так как рыболовство не относится никак к добыче, потому что я там пострел кучу роликов, но ни одного в основном заработай 100 долларов в день, там в час, в минуту. Короче, такие мавродии, витя, ака одни. И вот, к чему я говорю. Ну, ловля рыбы. Мы ловим рыбу, зеркальный карп. Это вроде бы он создаётся. Мы можем нажать. Краски тёмной луны. Способ получения. Очень легко. Создание алхимия. Подземелье. Выпадает, наверное, в башне отважных. Босс в полях. Если создавать вот такую итемку, это стоит 600 денег и 120 тёмной стали. И шанс, что оно ещё не скрафтится. Вот в том-то и дело такое есть. Вот загвоздка в этой чёрной стали. Так вот, эту чёрную сталь дают по квестам. И её тратить, если вы не донатите, лучше не надо. Рейтинг алхимии выше 20-го места. Я подозреваю вот это оно, да? Алхимия. Тоже меня поправляете. И люди будут подходить крафтить у вас вот такие баночки. И они будут за вам платить, я так понял, донатом. Золотом. Я ещё не знаю, как это работает. Работает. Тут очень много интересного. Очень прикольный крафт. Мне нравится. Вот Ла-2М не хватает такого крафта. Потому что всё создаётся, к примеру, там... Чтобы создать гриб, надо там добыть мох и гриб, да? Так, способ добычи. Это только сбор. Мох тоже самое. Сбор, 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 сбор. Очень круто. Очень много разных компонентов. Заточка тоже очень интересная. Мандала. Так, мандала. Я так буду по чуть-чуть рассказывать. Мандала. Я тут накидал. Это чисто от себя. Не надо за мной повторять. Я хотел себе меткость повысить. То, что у меня просто тупо не попадал мой персонаж. Одно направление там на урон, на добычу. Бонус к восстановлению. Вот видим. Бонус выпадению монет. Очень интересно. Это идет там на защиту. Там мин защита, макс защита. Это так подозреваю. Макс магия. Это типа максимальный урон, который может быть. И мин магия. Типа минимальный урон. Мы повышать можем. И самое интересное. Когда вы аппаете с мин магии и пошли. Вы на 1 улучшили, вы можете дальше аппать. И тоже на 1 улучшили, можете дальше продолжать аппать. Но самое интересное. Если я сейчас нажму усилить. Нужны вот такие вот камушки. Драг камень. Если я нажму сейчас усилить. Если будет неудачная попытка. То оно спадет на 1. Заново нужно будет доходить до 3 уровня. Наверное так назовем. Вот 3 из 5 можно максимум 5 сделать. Если я захочу на 4 аппнуть. У меня не прогнет оно. Оно спадет до 1 уровня. И вы начнете заново. С 1 на 2 там 70%. Потом с 2 на 3 50%. И вот видим с 3 на 4 уже 35%. И забирается вот такая вот итемка. Такая же есть вандала дерево технологии. Получается повышает мастерство зачарования. Мастерство рыбалки. Но это надо идти и сотреть. Повышает мастерство алхимии. Не знаю. Наверное буду вот эти 2 идти как-то аппаться. Я вам рассказываю то что узнал за вот эти 4 дня. Что играю. Когда там старт этот был. Игра довольно интересная. Жирущая на максимальных настройках видеокарту. Есть такая механика как бодрость. При заполнении полностью бодрости. Вот у меня на данный момент это 4 часа. Бонус к опыту увеличивается в 200%. И вот я не вижу смысла фармить даже на 100%. У меня сейчас должна бодрость восстанавливаться. То что я в городе нахожусь. Она в 2 раза быстрее в городе восстанавливается. Во время сбора. Рыбалки. И копания там руды. Она восстанавливается. Так же бодрость восстанавливается. Когда ты не в игре. Время бодрости зависит. Я так предполагаю. Только от вашего персонажа. И мы видим у этого класса есть пробуждение на магию. Очень прикольно. У каждого класса свои пробуждения. Если мы возьмем красные классы. То видим что максимум запас бодрости 24 часа. Так же у синего 8 часов. У зеленого 4 часа. И у белого начального. Так вот. Качаться лучше при бодрости естественно. Когда она полностью заполнена. Наверное для этого и придумана эта механика. То что мы отправляемся на рыбалочку. И стоим ловим рыбу. Чтобы восстанавливать бодрость. Потому что по другому никак. Мы пришли на рыбалку. Нажали рыбачить. И он стоит ловит. У меня уже 4 уровень рыбалочки. Стоит себе ловит рыбку. Так же у него есть помощник. Вот такая мышь. Хрюка мышь. Плюс магию дает и. МП-36. Но точно знаю что. Эти питомцы собирают лут. То есть вокруг него 5 ячеек. Если мы нажмем навыки. Мы увидим эти ячейки. Примеру вот видим. 1, 2, 3, 4, 5 ячейках. Собирать летучая мышь лут. Мы стоим ловим рыбку. Пока у нас восстанавливается бодрость. В игре есть 3 класса. Это воин. Сумонер. И. Мах. Ну сумонер он по совместительству. Это бафер. Хиллер. Так как игра разрешает играть в 2 окна. Я создал 2 хила. Потому что не услышал много информации. То что в целом люди говорили так. Мечник бьет мечом. Хил хилит. А маг бьет магией. Вот такую инфу я по классам слышал. Если мы откроем навыки. То мы увидим что он призывает такого фамильяра. Или не знаю что это. Такого холопчика. Который будет бить и принимать урон. Это очень круто. Призыв. 32 мп. И каждые 30 секунд. Время присутствия 26 секунд. То бишь 4 секунды он находится беззащитный. Без своего холопчика. Урон разрушением. Так как маг бьет магией. Урон разрушением. Урон разрушением. Снижает степень агрессивности. Чудовище на 2000. На 15 секунд повышает шанс крит на 10%. Очень прикольно. И так мы дальше видим. Вот его хил. Воскрешает 30 умерших. Союзников поблизости. На 30 секунд повышает уклонение от эффектов. Короче это суммонер. ДД. Байфер. И хил. Все в одном. Его скиллы. К примеру с магом его. Давайте сравним. То что призыв там стоит 32. И кд 30 секунд. У мага есть скиллы которые бьют по 3 секунды. И затрата на скилл около 20 мп. По 3 секунды вы представляете. А тут 30 секунд. 32 мп. И дальше. Два скилла по. Кд по 6 секунд. И в целом. 1.18 затраты. Другой 9. Охарактеризовать от всех персонажей. Типа. Милишник. Это банка жор. Хил. Это. Сбалансированный класс. Который. Ничего не жрет. И. Я понял. Я понял. То что. Ну он тратит. Мало мп. Плюс он призывает. Себе фамильяра. Который будет наносить домах. И принимать. На себя урон. То бишь. Вы не тратите банки хп. Это очень интересно. Как в дальнейшем. Конечно. Развитие. И там. Ну. Как он покажет себя. Это надо смотреть. Ну. В целом. Это такой оптимальный вариант. Без доната. Наверное. Игры. Но я вообще не представляю. Как без доната. Играть в эту игру. Я только могу предполагать. Это. Вот. Видимо. Он у меня погиб. И у него. Есть 3 восстановления. У меня 2 раза погибал. 3 раза восстанавливаем. Это на день. Восстановления даются. Того. Как вы потратите. Восстановление. То надо уже. Монетки. Восстанавливать. И там будет. 70% возвращение. Опыта. Потерянного. И также. Еще хотел подметить. То что. Что-то я заговорился. Уже. Уже много. Всякого. Я просто могу вас запутать. То что. И там. Посмотрели. И то. Посмотрели. Не хочу. Чтобы. Много информации. Давать. То что. Вы запутаетесь. К примеру. Вот. Видим. На этой локации. Много людей стоит. Да. И вы можете сменить комнату. Вы попадете. В то же самое. Подземелье. Переместимся. Мы в том же. Подземелье. Но. Видим. Тут еще больше людей. Есть время. КД. Между. Перемещениями. Пока. Проходишь. Основное задание. Тебе нужно. Искать. Комнаты. Где. Побольше людей. Чтобы. Быстренько. Пройти. Тебе. Чтобы. Засчитало. Одного моба. Просто. Надо дать. Плюшку. Не важно. Насколько. Урон. Ну. Вот. Видим. Хила. Он призывает. Такого сумончика. Который. Агрит на себя. Моба. Конечно. Не всех. Мобов. Короче. Все внимание. На себя. Провоцирует. Промежуток. 4 секунды. Когда. Сумонер. У сумонера. Еще. Кулдаун. Потому что. Очень. Долго. Бьет. Очень. Может. Мне меткости. Не хватает. 152 меткости. Видим. Локация. Уже. Не подходит. Нужно. Менять. Локацию. Искать. Где много людей. Чтобы пройти. Вон. Уже. Прошел. Задание. Видим. Вот. Задание. Дают. Сталь. Денежку. Баночки. Мпшечки. На 27 уровне. На магии. У меня. Закончились. Эти задания. И я решил. Создать. Сумонером. Посмотреть. Потому что. Ну. Что делать. Пока. Мах. Пока. Мах. Занимается. Рыбалкой. Поломалась. Немножко. Удочка. Наловил. Рыбки. Вот. Такие. Вот. Мешочки. Падают. Которые. Мы. Открываем. В мешочках. Тоже. Вот. Баночки. Не знаю. Как обстоят. В клане. Дела. Ну. Посмотрим. Я. В клан. Хочу. Какой-то. Вступить. Посмотреть. С кланом. Намного. Легче. Будет. Ладно. Если тебе нравится. Что я делаю. Ставь лайк. Подписывайся. На канал. С вами был. Розе. До новых встреч. Еще.